Субтитры создавал DimaTorzok Шамчужный отбыл уже 100 дней штрафных изоляторов на протяжении лета, один месяц помешканий камерных типов. Господа Полиенко до вызволения эпохи застались фактически личные дни, так само свечусь про тиск сбоку администрации, которая под погрозами разных штатов спогнанил, заборонила местники контакты с тасунки с им иншим, снявулиным. И вот так само на протяжении месяца нациралась певная активизация следующих действий по так называемой справе Белта. Что? Опять? Особливый резонанс отримал выпадок оказания тиску на одного журналистов портала Тутбай с подорога Бобрика, который сказал, что подчас допыта он был завербованный и подписал погоднение в суппорционисте. Правда, не докладил с кем. В связи с чем это выкликало реакцию представников следующего комитета. пресс-секретарь Юлия Гочарова заявила, что не какого тиска на сподара Бобрика не оказывался следующим комитетом, а что всего только ему доводилась информация относительно мягчимости заключения досудового погоднения. Нет. Мне кажется, это вообще бред. И было отзначено, что пока здесь находится сподар Бобрика, кроме его, и следователя, и видеокамеры, которая фиксовала все эту размобу, больше никого не было. В связи с чем, у нас возникает вопрос, что это в принципе отбывалось, потому что информация, которая свечет про то, что подчас этого опыта не присутствовал адвокат, может свечет только про то, что сподар Бобрика находится в статусе «светки», а не подозреванных и обвинованных, точнее до каких может заключаться досудовое погоднение. Что дотычится «светки», то ему нужно только расслабить эти правы и обовязки, давать справдивые показания и попередить западказности отдачу показаний альбо удачу и лживых показаний. В любом случае такого кшталту методы следствия недопущенные, и они свечатся еще больше про политично мотивованный характер сюветной справы. Так само на протяжении месяца фиксовались выпадки притягнения до административной отказности и ограничений в отделниках мирных сходов, тиску на независимых журналистов-фрилансеров и так само блогеров. Ну и восемьская пора традиционно у нас связана с початком битвы за урожай. Я маю на увазе шматляки и выпадки притягнения до уборки сельскохозяйственной продукции служащих и працавников рожного кшталту предприемства, установов, темлику нарученцев среднедокацийных установов, высшейших научных установов и военнослужащих терминовой службы. Тут нужно знать, что такое кшталтное управление порушается как и нормой национального законодательства, так и нормой международного права, которая позволяет применению применения промышленной работы. Но, на жаль, такая практика называется в нашей стране из года в год. Таким образом, мы не зафиксовали никаких значительных поляпшений в ситуации, а те негативные проявления, которые начались в дневни, отримали свое дальнейшее развитие и на протяжении вересня. Будем надалиться чуть за ситуацией. Спасибо за внимание. С вами был Валентин Стефанович.